здравствуйте дорогие телезрители в виде улыбку на моем лице и здравствуйте мои подписчики на канале youtube голова садовая ну как начать вот сюжет сегодня я расскажу вам о спире и вы знаете когда я слышу когда так говорят я прям меня рвет внутри правильно нужно спире я там буква е не как ее звать то господи орхидея просто орхидея и не погода и не потом нужно говорить погода потом это очень просто но сегодня речь пойдет о декоративных кустарника и немножечко мы затронем лилии чуть-чуть и что такое декоративные кустарники слово декор говорит о том что это украшение правда ну так она примерно переводится значит вот декор в вашем саду в ваших цветниках он чем достигается ну папоротником вот таким ну как я метра 70 ростом до садовые папоротники очень хороши ну очень высокими маленькими цветущими не цветущими хостами это масса цветов которые ну зацветут на мастиль бы ромашки всевозможные их вот так вот такое количество но есть кустарники есть ягодные кустарники а есть декоративные кустарники их правда много от них ягод не дождетесь это конечно спиреи это конечно форзицы господи боже мой багульники азалии там масса дикоросов очень красиво колючие кизилы барбарисы пузыри плодники но среди этого многообразия есть правда они очень скромно выглядят у них мелкие листочки они могут быть от и смотрите 25 сантиметров до ну метр двадцать а то и метр пятьдесят смотря что вы хотите от растения спирея хотите забор декоративный да бога ради высаживайте без просвета да вот 20 сантиметров и стригите его хотите квадратом хотите пирамидой хотите господи куполом башней чем угодно кристаллом они настолько легко формируются это просто чудо посмотрите какая спирея крошка она правда крошка она всего будет вот такого раз . вот так как она в горшке не более всего 25 максимум 30 сантиметров и эта крошка я вот вам изображу этот стол это будет ее объем который она зарастет вот такого роста и мы ее будем стричь вот так краям делая такой полу ну круг как бы усеченный по краям она правда легко стрижется но делать это надо вовремя всегда когда она не готовится к цветению это может быть осенняя обрезка летние после цветения но тем не менее никогда пришла весна а когда она зацветет вашему восторгу и удивлению ну просто предела не будет потому что цветет она ярко малиновыми щитовками вот такого размера это все практически в цвету никаких листьев не видно и это цветение она повторяет каждый год ваша задача подстригать ее придавая ту форму которая вас интересует есть немножко повыше спирея есть белая есть темно-вишневая есть нежная сиреневая есть светло-розовая есть смесь белого с розом ну правда они очень хороши и вот если вы делаете композицию декорируете себе какой-то участок разве без спиреи можно обойтись конечно нет однозначно нет и я вам очень рекомендую обратить внимание на таких вот маленьких крошек значит ну и перейдем очень так плавно к растению которому вы уже и вы видели сто раз но не видели во всей красе это лилии которые растут у меня на выгонки на выгонки то есть я купив луковицы в отличие от вас многих я не жду когда они у меня дадут вот такенные роски потом загнуться в холодильнике потом их колечком кто-нибудь свернет и пришлет вам нет мои дорогие как только вот такой росток появился горшок однозначный луковицы очень крупные это 24 26 по диаметру окружности это раньше их называли витрина ну как бы да вот такая у них была градация сейчас их называют просто выгонка посмотрите по два ствола у них нет ни у кого но по одному и какие я наклоню растение чтобы оператору было видно что же там за количество цветов которые они пытаются выкинуть вот посмотрите считаю вот бутон раз два три четыре а там 5 здесь 5 а вот здесь 6 а вот на этом 7 я считала их знаете с таким старанием это невероятно много могу поспорить что у вас на даче максимум по 3 бутона а у меня в горшке по 5 как минимум и по 7 как максимум это же не просто будет цветение это потрясающее что-то представьте себе что в городской квартире у вас на лоджии зацветает просто целый сад у меня 14 горшков по 5 и по 7 луковиц но там где по 7 там они поскромнее а где вот такие выгонка ну это правда нечто и мне не жалко что они отцветут дома но я думаю что они дотянуты до дачи лилия пересаживается в любом состоянии цветущие не цветущие без разницы вы главное корни вот так не оторвите пересадить ее так как она есть полейте водичкой ну так не сильно не любит лилия воды обратите внимание абсолютно чистые листья нет никаких пятен единственное что я приморозила две макушки минус 9 на улице но на балконе было наверно минус 7 и немножко две которые к окну прикоснулись подмерзли но это не помешает им цвести правильно я знаете я счастлива когда вижу что цветы здоровы это такое счастье для хозяйки я вам желаю таких же успехов всего вам доброго и до свидания и и Редактор субтитров А.Семкин